Ставь лайк и тебе завтра выпадет супермагический сундук, с которого выпадет 4 легендарки, также ты пройдешь испытания на 20 побед, ну и подписывайся на канал, если тебе достали аутист, который выпрашивает лайки. Привет, дорогие зрители! Давно на моем канале не было открытий сундуков, и вот мой подписчик предоставил мне такую возможность, он собрал легендарный сундук, 2 супермагических, магический и 3 супермагический за квесты. Я редко открываю сундуки на аккаунтах у подписчиков, не люблю такую тему, мне она уже надоела, но такие сундуки меня очень радуют, точнее такие открытия. Целых 3 смс на халяву, блин, если бы я выбил хотя бы 1 смс, я бы не ждал цикла, пока мне второй выпадет, но реально, согласитесь, не у каждого терпения хватит дождаться 2 супермагического. И еще мне тот факт радует, ребята, 3 смс на халяву, блин, в магазине стоит сундук супермагический за 10 арену 4 600 гемов, 3 супермагических, это сколько получается? Это получается, ну, почти 14 тысяч гемов, ну, почти, я округлил. А 14 тысяч гемов в магазине, ну, тут у меня в гривнах, это 7 с половиной тысяч рублей, блин, 7 с половиной тысяч рублей получается у него сейчас на балансе. Ну, это, конечно, мои фантазии, на самом деле нет, это просто супермагические сундуки, ну, просто я вам так провел параллель, сколько бы это стоило, если бы вы донатили. Плюс легендарный сундук, ну, легендарный сундук дешевле, он 500 гемов, да, 500 гемов можно задонатить за 370, по-моему, рублей, если я просто давно не покупал такие, за такие суммы гемы, я покупаю гемы на сайте ClashKings. Да, если вы тоже хотите приобрести недорого гемы, переходите на сайт ClashKings, ссылку я оставлю в описании, там вы можете купить недорого гемы, открывать сундуки, пополнять свой баланс. В общем, ребят, этот сайт для вас, плюс я разыграю бесплатно промокоды на каждом стриме, обязательно заходите и играйте за сайт этот, я ручаюсь. Вот, ну, а мы давайте откроем, ребята, сундучки, значит, начнем, наверное, начнем, наверное, давайте, что у него тут еще, ну, с кланового давайте. Я не посмотрел, какие ему карты нужны, вот, ну, будем радоваться любой легендарке, которая выпадет. Так, хорошо, давайте посмотрим колода его, значит, у него Хог 9, у него ведьма почти 6, в общем, легендарочки, я посмотрел, у него были все, поэтому, какая выпадет, такая и выпадет. Так, супер магический оставим на потом, так, хорошо, так, и давайте открывать магический теперь сундук. Так, а вы, ребят, поставьте лайки, напишите в комментах, как думаете, сколько легендарок за выпуск выпадет? Так, жаль, с магического не выпало, но теперь у нас, по идее, должно как минимум, ну, я рассчитываю 3 леги выпасть. Если выпадет 4, это будет вау просто, ну, согласитесь. Так, ну, давайте откроем, наверное, вот этот сундук. Так, 6200, Тесла, копейщики, бомбер, приз, 136 Хогов, спасибо тебе большое, блин, 136 Хогов, серьезно, вау, просто реально вау, я даже скриншот сделаю. Блин, это реально круто. Так, и лего. Блин, сундук идеальный, давайте посмотрим, какая легендарка ему выпадет. Так, бревнишка ему выпала. Так, хорошо, бревно, классная карта. Вот этот мне сундук очень порадовал, давайте заберем ему еще здесь за квест редкие карты, заберем 5 гемов, ну и, в принципе, все. Так, теперь, ну, давайте, да, начали уже супермагические, давайте их до конца и открывать. Итак, начнем вот с этого смс, так, 5700, а, ну, наверное, не за 10 арену, или хз, ну, поменьше золота, чем с квеста, да, поменьше, чем с квеста. Так, миньоны, он, я так понимаю, прокачит их, Тесла, летучка, и еще одна лего, вторая легендарка. Вскрываем, смотрим, что нам падает, а здесь нам падает граммовержец, он граммовержецом пользуется. О, как раз он на второй уровень, ну, не в этой колоде, вот где-то здесь, вот он, граммовержец. Так, и осталось еще 2 сундучка, ну, давайте, поехали, уже 2 леги выбили, так, надеюсь, что из этого сундука выпадет лего. Так, много рарок, и, господи, 4 легендарки на халяву, просто 4 леги, вы представляете? Ну, то есть, 3 за супермагический, 4 будет с легендарного кладбища. Я, я в шоке, блин, круто, реально. И открываем легендарный сундук, тут тоже будет лего. Итак, смотрим, какая же лего ему выпадет, бревно снова. Ну, смотрите, бревно мы практически за выпуск прокачали до третьего уровня. Блин, за один раз без доната мы выкачали ему лего почти на третий уровень и выбили 4 леги просто за один раз, ни копейки не вложили. Реально, респект тебе, Володя, спасибо тебе, что предоставил мне открыть сундучки. Ну, и напоследок я хочу сыграть на его аккаунте в глобале, я уже составил колоду. Буду попробовать, я просто на 3500, ребята, давно не играл, мне интересно, какие здесь игроки. Ну, и заодно вам продемонстрирую онлайн-каточки. Многие любят мои онлайн-атаки и мои колоды. Ну, точнее, колода не моя, но я хотя бы демонстрирую, как с ней играть. Я, конечно, сам не профессионал, но хоть как-нибудь я помогаю. Так, поехали. Ледяной голем, хок плюс миньоны. Так, у него Тесла 10 уровня. Не, 10 комнатка, это слабо. Так, мой хок, к сожалению, не доходит к вышке. Так, готовим меганайта, я не знаю, смотря что еще подкинет. Если ничего, то мы банду гоблинов выпустим. Ничего не подкидывает, значит, выбрасываем банду гоблинов. Две тычки делает колдун. Так, громоверца почти забрали, но я предлагаю сейчас запнуть, потому что пару тычек он бы сделал. Так, я думаю, что он уже снова прокрутился до Теслы, но мы попробуем сделать заход. Нам нужно крутить колоду. Ух ты, блин. У него... Так, я извиняюсь. У него еще и Пека есть, и громовержец. Ну, знаете, еще и Палач, ни хрена себе. Но это сильно контрит меня. Да, очень сильно. Давайте здесь банду гоблинов. Ай-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, Пека не нанесет мне урон. Так, 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 так. Давайте миньончиков. Ой, я не дождался, пока Палач сагрится на вышку. Ну, в принципе, не страшно, потому что урон-то я не получил по пашне, да? И задефал его Палача, получается. Так, слушайте, ну... На самом деле, на самом деле он мне контра. Пека, Пека, громовержец. Пека контрит моего Хога. Плюс у него даже здание дефа еще есть. Я просто в шоке. Давайте фаербол выбросим. Здание дефа, Пека, ну, блин, жесть просто. Реально будет сложно. Так, давайте выбросим зап. Еще и Палач. Палач, зачем ему колдун и Палач? Нахрена так много сплош-юнитов? Вот я не понимаю, честно, таких людей. Так, давайте три миньона, пока там сплоша нету позади. Выбрасываем Хога. Надеюсь, торнадо у него нету. Давай, громовержец, я фаерб... Надеюсь, надеюсь, да. Так, ладно. Давайте здесь... О, Хог тычку сделал. Давайте пламенного. Пламенного выбросим. Надеюсь, он сейчас громовержец выбросит. Давай, давай. Блин, ну, камон, почему не громовержец? Ладно, банда гоблинов. Миньончики плюс... Плюс Хог. Готовим фаербол на колдуна. Он, наверное, не понимает, что его громовержец будет контрить моего пламенного. Почему он его не использует, я не понимаю. О, пламенный даже пару тычек сделал. Хорошо. Так, ну, сейчас, ребята, надо задефать. Сейчас нам нужно задефать Пеку. После чего перейти в контратаку. Будет сложно. Блин, ну, вот, знаете, вот... Даже без понятия. Но надо, наверное, по правой стороне сейчас пойти. Если он сейчас насобирает огромную комбинацию, это будет ГГ. Так, у него нету сейчас... А, вот уже пламенный. Так, ладно, я понял. Здесь у нас так. Здесь у нас вот так. Отлично. Так-с. Пошел у нас Айс Голем. Вау, смотрите, сколько мы справа снесли здоровья. Так. Поехали. Поехали справа. Надеюсь, на Теслу не побежит Хок. Побежит. Поэтому... А, нет, не побежал. Плюс фаербол. Блин. И охренеть, сколько у него, ребята, контры. У него Торнадо. У него Пека. У него Тесла. Жесть. Так, ну, мне нужно еще один заход сделать. Но это будет нереально трудно. Потому что, ну, вы сами понимаете, что... О, отлично. Он далеко поставил Теслу. Но он, наверное, рассчитывает на то, что с помощью Торнадо засосет моего Хоган. Но, надеюсь, восьмой фаербол добьет вышку. Да, господи. Жесть. Ну, вы просто посмотрите на эту колоду. Вот просто сейчас я вам покажу ее. Вот, посмотрите. И у него два сплэш-юнита. Что другой... Что один, что другой. Очень хорошо контрит абсолютно все. Палач и Колдун. Конечно, у каждого свои плюсы. Палач... У него расстояние, по-моему, больше. Вот. Но Колдун тоже нормально справляется. Зачем ему два сплэш-юнита? Потом. У него есть Торнадо. У него есть Пека. У него есть Тесла. Как можно вообще моего Хога не задефать? Ладно. Не будем придираться к противнику. Последний давайте бой. И сделаем ему 3600. Так. Надеюсь, затащу. Если я контр-колоду затащил, то я думаю, что если будет против меня Хог, я 100% затащу. Так. Окей. Десятый уровень нам подбирается. Ну, давайте... Хога у нас нету. О, против нас тоже Кабанчик 9 уровня. У нас следующая карта Всадник на Кабане. Поэтому давайте прокручивать колоду. Господи, сколько же тут сплэш-шоу. Ну, реально. Я вот когда не выйду здесь на этой арене, здесь постоянно играют с Колдунами. Абсолютно все. Я не знаю, почему. Ну, может, он хорошо прокачан. Это реально очень хороший сплэш-юнит. Это... Это факт. Так. Я ему больше нанес урона, да? Получается, да. Значит, против нас тоже Хог. Против нас тоже Хог. Хог плюс элитки. Меганайт. Меганайт в помощь. Конечно, элитки 12 уровня. О, боже мой. Чего? Пятый уровень? Пятого уровня Инферно? Да ты с ума сошел, братан. Опять же, я не понимаю, зачем... Вот логики нету в колодах. Вот понимаете? Когда берут Инферно в колоду. Когда нету реально чем наносить урон. Чем дефать танков. У него есть чем дефать танков. Это элитные варвары. Зачем ему еще Инферно? Вот непонятно, честно. Так, готовим зап. Зап. Так, отлично. Копейщика уничтожаем. Ну и... Ах, блин, я забыл, что у него еще армия скелетов. Но если бы не армия скелетов, мы бы вышку забрали. Ну, нам придется суицидить Айс Голема. Суицидим его. Ух ты! А они не умирают от моего Голема? Плохо. Но ничего страшного. Мы ему, смотрите, уже сколько оставили здоровья. Сейчас... Так, сейчас, сейчас мне бы... Так, так. Фаербол плюс этого слить. Меганайта? Ну, не придется. Я думал, он еще что-нибудь подкинет. Так, мы задефали его элит. Теперь давайте здесь... Пламенный. Здесь банда гоблинов. Здесь три миньона. Такс. Вроде бы нормально. И... Переходим в атаку. Готовим зап. Зап. Отлично. Забираем вышку. Я не понимаю, зачем ему пятая инферно? Инферно драгон. Серьезно. Инферно. Инферно драгон. Я не могу. Мне так смешно от этих соперников. Блин. Ну вот... Кто им колоды составляет? Я понимаю, что они... Не соображают. Ну, хотя бы уже... Блин, смотрели, может, на ютубе... Какие-то, не знаю, колоды... В ТВ-Рояль, в конце концов. Как можно такие деки составить? Ну, ребят, ну, серьезно. Инферно и Инферно драгон. При этом всем у него еще... Адская башня пятого уровня. Ладно бы она там прокачана была. А так она пятого уровня. От нее толку вообще никакого. Фух. Ну да ладно. Ребят, надеюсь, вы играете адекватными колодами. Уж если у вас проблема с колодами, вы напишите в комментариях, какую хотите деку. Я вам составлю нормальную. Ну, хотя бы более-менее. И запишу про нее обзор. Ну, если наберем на этом ролике 5000 лайков. Ребят, в общем, на этом буду завершать. Ну, мне реально понравилось. Я думаю, что я бы 3800 ему взял. Может, он захочет закажет буст? Я ни на что не... А, у него тут рекорд 3900. С девятым такабаном. Реально, он низко сидит. Вот. Ну, на этом буду завершать. Выпуск был, конечно, не про колоду, не про онлайн-атаки, а про открытие сундуков. Я реально благодарен своему подписчику, что он предоставил мне такой аккаунт. Три супермагических совершенно бесплатно. Это респект. Реальный респект. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новые выпуски. Желаю вам тоже, ребят, что падали леги и падали всякие крутые сундучки. Ну, и всего вам хорошего, ребят. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok